Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Я прям волнуюсь, как будто снимаю в первый раз видео. Сегодня у нас с вами будут роллы, здесь 50 штук, и я просто в шоке, ребята, от этих роллов. Если вы подписаны на мой инстаграм, вы уже в курсе о моем состоянии. Изначально я заказала гораздо больше, просто я не смогла сюда все это дело поместить. Посмотрите, здесь есть еще. Это горячие роллы, которые я просто обожаю, но дело в том, что сюда это все дело не помещается. Я просто думала, что роллы будут намного мельче, а они огромные просто. И получается так, что будет два видео, к сожалению. Я просто не знаю, как вы, но я никогда в жизни, вот сколько ни заказываю, я никогда в жизни не видела вот такого размера ролл. Это просто как три обычных ролла, которые я всегда кушаю, они огромные. Это целиком и полностью в рот просто не засунешь. А на вкус... На вкус вообще космос. Я еще была в шоке от цены. Настолько дешевые роллы, я еще нигде просто не видела. И когда я даже увидела эту страничку в инстаграме, я как-то, знаете, сначала испугалась, думаю, хрен знает, какие роллы придут, зачем рисковать. Лучше, как всегда, у суши баку возьмем. Вот, но потом я решила рискнуть, потому что вот такие желтенькие или вот такие я у суши баку не видела. Решила заказать. И честно, я просто в шоке от того, что какие они вкусные, какие они большие. Это не реклама. Куплено все за собственные денюжки, за кровно заработанные. Вот. Ну, блин, реально, я просто в восторге. Я просто в шоке полнейшем. Конечно же, я все не съем. По идее, я бы могла их тоже разместить, но получилось бы, что роллы были бы сдали. Я люблю, когда еда прям вблизи, прям видно, что я ем, как жую, пережевываю. Но вы меня поняли. Это роллы с чипсами. Я никогда не пробовала подобного типа роллы. Сейчас посмотрим. Сыра здесь достаточное количество. А еще, кстати, пару штук за кадром я уже съела. Они просто боги, ребята. Ребята, не сидите просто так. Закажите вы тоже. И давайте покушаем. С понедельника мы все на диете, девочки. С понедельника. Просто. Это просто нечто. И вот эти вот желтенькие, их тоже я никогда не пробовала. Первый раз. Дебют. Я не знаю, что это. Ну, это очень вкусно. Ну, это очень вкусно. Ну, в общем, если есть такие доставки, нафига, извиняюсь, зачем готовить самим? Сейчас только что выложила видео манты. Прям выложила быстренько. Начало рецепт, потом видео. И села снимать. С лососем. Тоже вкусно. Здесь огурцом. Шедевр. Шедевр. Единственное, имбири немножко мало положили. Вот так очень космос. Следующий пошел. Мне интересно, сколько я смогу съесть. 25, я думаю, точно съем. Хотя крупные, не знаю. Ммм, не знаю. Что касательно вопросов. Очень много вопросов. В моем инстаграме я сейчас просто перебирала их, смотрела. Было касательно передачи Малахова, где, прикиньте, 10-летний мальчик стал отцом ребенка 13-летней девочки. Все спрашивают, расскажи свое мнение на этот счет. Вообще, что ты думаешь о раннем вот таком вот половом созревании и так далее. Я вообще смотрю эти передачи и сейчас немножко в шоке. в шоке от того, что какими мы были детьми. Мне кажется, и большинство из вас, не знаю, в 10 лет, в 13 лет, я еще играла в куколки. Я просто кушала три сникерса, как больная, и думала, где найти четвертый. То есть сейчас у детей другие интересы. И долго мы солить эту тему? я не вижу смысла. Ребята, как вы понимаете, это не реклама, потому что я не оставляю ссылочку внизу. Но это лучшие роллы, которые я пробовала. Как вы знаете, у меня, наверное, около 30 видео с роллами. Я очень много где пробовала. Это очень-очень вкусно. Если вы хотите, пишите обязательно в комментариях. Мы договоримся с этой доставкой и снимем вам вообще полноценный обзорчик. Если вам интересно, то обязательно пишите в комментариях. Следующий. Так вот. Что касается этих детей, которые очень быстро взрослеют, и вот кто-то обвиняет родителей и так далее, я когда вижу таких детей, на мой взгляд, здесь даже не вина родителей. Вина в появлении интернета, в появлении инстаграма. Люди, дети слишком рано начинают пользоваться телефонами, планшетами и так далее. И это все приводит, к сожалению, к таким вот плачевным последствиям. Я просто фанатка. просто хочется сделать так. Хотя я не очень голодная, я сегодня завтракала, в последнее время вообще без завтрака не могу. Как только встаю, обязательно завтракаю. Это все связано с тем, что перед работой я обязательно должна позавтракать, потому что на работе уже не могу. И времени нету, и как бы места нету, где покушать. мне просто нужно дойти до работы, сделать кое-какие свои дела и вернуться обратно домой. Как вы знаете, у меня свободный график на работе. Это очень круто, это очень помогает как раз-таки снимать видео, монтировать. Стараюсь как можно быстрее сделать свои дела и возвращаться домой. Кстати, вот я отстригла волосы. В инстаграме вам покажу, сейчас вставать не буду. Блин, я пошла в салон, я вам говорила, что я хотела покраситься и подстричь волосы. Всегда вот так. Вот если у вас тоже такое было, то обязательно пишите в комментариях. Я попросила подстричь вот столечко. Ну просто посмотрите, сколько мне подстригли. Вот. То есть у меня волосы были прям ниже попы, а сейчас у меня волосы чуть ниже груди. Я попросила подстричь все вот столечко. И каждый раз, вот каждый раз, когда я иду в салон, я сталкиваюсь с этой проблемой. Я уже смирилась. Я уже смирилась. Что это за желтая штучка? Надо было выяснить, кто знает. Пишите. Когда он начал меня стричь, я уже вижу на белом кафеле вот такой вот длины волосы. Вот такое. А я попросила все подровнять просто кончики. И так всегда. И так вне зависимости от того, в какой ты салон пойдешь. Вообще очень редко бывает в Азербайджане такое, что я пойду в салон и просто останусь довольна. Всегда меня что-то не устраивает. Вот у нас нету такого, что классный такой, знаете, рецепшн. Как ты зайдешь, тебя спросят, на какую вы процедуру? А записывались ли вы? А что вам нужно? Да, ну, просто как-то встретить клиента такого нету абсолютно вообще. Кстати, вот я не пробовала. Вообще не знаю, я от себя всегда беру. А я когда в Инстаграме вижу какие-то доставки, например, роллов, и вижу, когда слишком дешево, я думаю, блин, сейчас придет что-то вообще невкусное, какие-то маленькие, вообще не очень, да? А тут просто... Так вот. С этими салонами я просто замучилась. Если кто-то знает хороший салон в Баку, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот именно, чтобы покрасить волосы. У меня два седых волоса появилось. Мама говорит, что просто возьми их, выдерни, выдерни пинцетом. Вот. Я сначала хотела это сделать, но моя тетя говорит, что если так сделать, то будет еще больше седых волос. Лучше просто покрасить. Я подумала, хорошо, покрашу. Всего-то на всего нужно покрасить. Вот. Я думаю, что это видео будет максимально длинным и максимально эмоциональным. Вернемся к вопросам. Вообще, 90%, которые мне задают в моем инстаграме, это про парня. А потом другие говорят, зачем ты так часто говоришь про парня, потому что все вокруг спрашивают. Следующий интересный вопрос задает мне его Лана 2019. Ланочка, тебе большой привет. Дралась когда-нибудь в школе. Да, я прямо сейчас вот вспомнила ситуацию, которая у меня была. Не помню, в каком классе. В общем, была девочка, которая постоянно меня задирала в классе. Я такой человек, я не люблю. Вот это, знаете, ругачки, все такое, не знаю, она мне что-то плохое скажет, я ей, и вот такой базар-вокзал я не люблю. И мы как-то поругались. И получается, она никак не может успокоиться. Она все задевает и задевает, меня задевает и задевает. Я уже не знаю, я просто ей сказала, что иди на три веселые буквы, и все. Я вообще такой человек, я очень редко ругаюсь матом, и я считаю это правильным. То есть, иногда даже, когда смотрю блогеров, и они ругаются матом, мне прям вот хочется выключить и все. Многие пишут, а что здесь такого? Мат. Мне, например, очень неприятно, когда рядом со мной кто-то ругается матом. Реально, мне неприятно. И я не позволяю себе такое же поведение, даже со своей лучшей подругой, даже если у меня что-то упадет, там, ругануться, ну, знаете, может быть, ну, прям вырвется, да, ну, так, чтобы мат на мате, и только вот ради видео я такая сижу, типа, примерная, хорошая. Я не считаю, что это круто. Мы когда в школе учились, все, не знаю, вот, да наши там крутые девочки ругались матом, и они считали, типа, это круто, да, я вот ругаюсь матом, у меня мат на мате. Но я не считаю, что это круто, это, наоборот, без культуры, это, это только отталкивает, на мой взгляд. И как-то вот у нас родственники были, которые приехали из деревни. И мы сидели на берегу моря, просто мечтали, болтали. И подошли подростки, ну, лет, наверное, 13, может, 14, видеть, я уже говорю подростки. Раньше я говорила, мои ровесники, старее. Ну, в общем, подошли, и девочка с девочкой разговаривает на четырехэтажном, просто, мате. Я просто в шоке, потому что в Азербайджане это встречается крайне редко, это считается, очень, бескультуре, и это не приветствуется нигде, абсолютно. и услышав их разговор, вот реально они разговаривают, остыдно мне. Ну, в общем, кому-то нравится, опять же, я не могу никому, как сказать, короче, не могу никого заставить не ругаться матом, например, да? Ну, со стороны это как-то выглядит ужасно, мой взгляд. Так вот, девочка меня задевает, 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 задевает. Я уже не знаю, что делать. Я вышла к доске, урок был математиком, я вот прям очень хорошо помню, и на математике нужно сосредоточиться, я вообще всегда очень любила математику, и она всегда хорошо получалась, но она продолжает меня раздражать, писить, то есть там тригонометрия, мне нужно голову включить, она меня отвлекает, и тем самым меня раздражает. Я терпела, 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 потом подошла к ней, вот просто, знаете, вот так очень спокойно подошла, и она такая думает, что же я сейчас ей сделаю? Я взяла ее тетрадку, сначала порвала тетрадку и так кинула ей в лицо, кинула ей в лицо, затем я взяла ее голову и ударила об парту. Да, это очень некрасиво, это не красят девушку, вообще девушка не должна себя так вести, я считаю, вот, но когда тебя доводит уже до такого состояния, ой, просто крупно, я не могу засунуть в рот полностью, когда себя просто вынуждают уже, человек осознанно нарывался на это. И как вы думаете, меня вызвали к директору? Как-то стали это все дело выяснять? Нет. Потому что она заслужила это, и учительница сама это увидела, прикольно было, ведь она мне похлопала, так как я хорошо знала математику, она меня любила, и было видно и со стороны, что она заслужила. Ребята, это очень вкусно, но я, к сожалению, не смогу съесть все, потому что здесь очень много, они просто огромные, я просто съем столько, сколько смогу, вот эти мне вообще очень понравились, прям под кофточку мне. как же это вкусно. Давайте посчитаем, сколько штук осталось. 25, ровно 25 штук я съела. Давайте еще одну, чтобы было 26. Просто у меня не помещаются больше. давайте вот этот, еще один с чипсами, чтобы было 27, и закругляемся. Уже точно все. в общем, как-то так получается, что я съела 27 штук, вы можете пересчитать. Было нереально просто, вкусно, я наелась, заставлять себя не буду. Всем желаю приятного аппетита, удачного дня, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok